Нажимаем текстовое поле, вот как вы слышите, да, все озвучивается. Очень удобно, допустим, вот так я пишу. Ну, примерно будет салам. Напишу сейчас. Звонить, писать текстовые сообщения, присылать файлы, искать информацию, совершать безналичные платежи, используя жесты и голос. На занятиях с участием инвалидов по зрению требуется лишь смартфон, работающий под управлением Android или iOS. Обучение бесплатное, к тому же есть группы для женщин и мужчин. Нижегородский реабилитационный центр Камерата совместно с Мегафон и фондом Алишера Усманова «Особый взгляд» реализует проект «Универсальный мобильный помощник». Наша организация «Молодые инвалиды» совместно с Республиканской организацией «Общество слепых» и в этом исландском учебном центре «Ихсан» проводят данные курсы и также курсы проходят в селе Черкей. В программе курса также поиск и маркировка предметов, работа с мобильными приложениями для определения номинала банкнот. Фокусируем его на тексте. Фотографировать. Баттл. Захват с помощью клавиши. Для определения держите палец на экране. 200 рублей. Студентам курса такие занятия по душе, ведь без гаджетов в современном мире не могут обойтись даже зрячие. Если человек, который не имеет способности видеть, потерялся, геолокация в смартфоне без труда поможет его найти. Для незрячего человека я считаю, что телефон очень нужный. Очень и по учебе, и по всем видам. И слушать Коран, и читать, и вот очень даже распознавать деньги, купюры. И вот когда вот это навигация сбрасывает, вот где находишься, как бы идешь, вот очень нужно для жизни инвалидов по зрению. Удивительно, но незрячие могут не только писать или читать книги на языке Брайля, но и смотреть кинофильмы, а вернее слушать. Есть еще такое классное приложение для незрячих, называется Тифломедиа. Вы представляете, по телевизору идет фильм какой-нибудь, или вы можете в Ютюбе найти какой-то сериал, или какой-нибудь, и если в списке Тифломедиа есть это приложение, то есть есть этот фильм, вы включаете, находите в приложении Тифломедиа этот фильм, и, соответственно, там идет Тифлокомментария. То есть все, что делается в фильме, движения, даже жесты какие-то, да, вот это все озвучивается. Можно сделать так, чтобы в наушниках в одно ухо озвучивалось, можно сделать, чтобы в оба уха это все озвучивалось. Как только я фильмов не смотрел, мне больше всего было смешно, когда я смотрел один дом. Семьи некоторых самых юных учеников не всегда могут позволить себе купить мобильное устройство, поэтому общество слепых добивается включения смартфонов в федеральный перечень средств технической реабилитации. Для нельзячих пока ни смартфон, ни ноутбук не включен в этот перечень. Это позволило бы тем, у кого нет возможности приобрести смартфон, получить его от государства. У слабовидящих в Дагестане есть еще одно желание. Это запуск приложения по доступности общественного транспорта «Бастайм». Однако, по словам общественников, в этом необходимо содействие мэрии. Это позволяет незрячим, можно сказать, без построенной помощи на остановке увидеть. Приложение показывает, какая маршрутка находится, он может забить нужный ему маршрут, и по приближению маршрутки уже смартфон его оповестить об этом. Также, сидя в маршрутке, человек видит, когда он подъезжает к своей остановке. Студенты курса смогут принять участие в четвертом всероссийском конкурсе среди незрячих и слабовидящих пользователей мобильной техники, который пройдет осенью в Нижнем Новгороде. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.